Мы получили такое сегодня удовольствие всей семье. Во-первых, летняя, веселая, музыкальная, красивая комедия, которая родилась здесь, на берегу моря, в Азербайджане, в Баку. Это было просто реальное видеоруководство к экскурсоводу или к туристам, которые хотят посмотреть Баку. С такой любовью к городу сделано. Мы посмотрели все места. Я говорю, о, девичья башня, о, черт побери, о, центр Гайдара Алиева, о, языки пламени. Ну все. Как произошло, что Эмин вам предложил поучаствовать в этом фильме? Отказаться было нереально, да и не хотелось, потому что, посмотрите, с какой любовью все артисты там снялись. Все практически. Агент, у тебя не было. Ну, на Жаре 2 буду. Да. То есть будет Жара 2, вам уже предложили? Мы сегодня заявили, что Эмин, мы требуем Жару 2. Мы требуем продолжения. Прекрасные актеры, девочка, мальчик, вообще все такие хорошие. Очень, очень. Самый комичный случай был какой-то? Ну, когда мы там с Басковым что-то там сидели за столом. Когда пришли, свататься. Свататься, да, 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 да. Не, ну, очень хороший фильм и всем смотреть, всем смотреть. Рекомендуем. Всем, всем, всем. Да. Приходить надо, конечно, на этот фильм с хорошим настроением. Если у тебя замороченная жизнь и ты с плохим настроением, лучше не иди, потому что тебе... Хотя может наоборот пойти, может развеяться. Обратная реакция. Обратная, потому что фильм настолько светлый, позитивный и как-то улыбаешься вот с первых кадров. Когда ребеночек этот там маленький, где-то дети не плачут, дети улыбаются. Это так... Кого не хватает и звезд во второй части? Кого бы вы туда добавили? Кого добавили? Не звезд. Алл Борисом. Алл Борисом добавили бы? Алл Борис на... Алл Борис всегда украшение всего. И фильмы, и концерты, и фестиваля. Лишь бы... Лишь бы согласилась бы. А уж там-то... А, кстати, вам сейчас Роман Зиверт приписывает. Что? Обязательно. Вчера Зиверт, сегодня Сай Юн. И, по-моему, готовится клинка совместно с нашей главной звездой. Ну, вот, пусть про клип. У нас, кстати, вот пока мы снимаемся тут, нас снимают для клипа, между прочим. И вы попадете в клип. Да, а я не знаю. Вы 100% попадете. Это мой второй раз, но... Да, поэтому... И какие ощущения? Вы каждый раз можете удивлять людей. Ну, вы, конечно же, дива нашей эстрады. Я надеюсь, что... Она королева. Она королева эстрады. Удивлять, конечно, очень тяжело. Но в этом году, я думаю, что я удивлю. Благодаря, с помощью Филиппа Короля, Филиппа Киркорова, я очень-очень хотела, чтобы сегодня все посмотрели наше выступление. Потому что мы с Филиппом готовились. В данный момент переживаем очень. Несмотря на то, что Филипп большой профессионал. И сколько лет на сцене. Народный артист. Король, с одним словом. Кто бы говорил, народная артистка. Народная артистка. Королева в музыке. Какой голос. Как этнически звучат твои ноты. Спасибо. Я очень горжусь нашим дуэтом. Я тоже очень горжусь. И нашей дружбой. Длиной в 13 лет, между прочим. Берегите вашу королеву песни. Она потрясающая. Анюханна, вы прошли большую творческую школу, большую творческую жизнь. У вас была в жизни множество успехов. Вот чем для вас лично, для вас является дуэт с Филиппом Киркоровым? Это для меня особенный дуэт. Да вы правильно подчеркну. У меня было очень много дуэтов. Но дуэт с Филиппом Киркоровым, у нас не только дуэт и творчество связывает. Как подчеркнул Филипп, мы большие друзья, уже 13 лет. Мы с Филиппом в очень прекрасной атмосфере познакомились. Так познакомились, так и влюбились друг в друга. Да. Да, и сразу у нас пошли творческие переговоры, разговоры и так далее. И сегодня я с большой любовью, в общем, прям я и жду эту минуту, когда мы будем выступать. Абсолютно будет грустно, когда закончится это. И переживай, аж у меня мурашки, смотрите, да. Ой, красавец. Нужно отметить так, что 3 августа в Айюнке Азумово состоится следующий летний концерт. Я знаю, что все друзья будут там. Где? У меня 28-го концерт, послезавтра. Да, и послезавтра еще 3-го августа. А где 28-го? В Баку, в Баку будет, дорогой. Ну, ты уезжаешь ночью. Ты же ночью уезжаешь. Сегодня ночью питаю у меня концерт. А где концерт? Это в Баку у нас, в прекрасном нашем помещении. Да, в Чедыр Дезе, потом в Мамбо Бич. Да, будет. У тебя будет в октябре, иншаллах, в Кристал Холле. Да. Я буду очень рад, если ты на одну песенку ко мне придешь гостем. Специальным гостем, и мы с тобой споем нашу джауну. И мы еще споем. Собирайтесь здесь снять клип совместный. А вот пусть сейчас в данный момент снимаем клип, и вы в него попали. Джалман, раны в сердце, воспоминания. Джалман, любит так и страдает, жаркая кровь цыган. Только ветер знает, сколько в сердце ран. Табор уходит в небо, как журавли на юг. Туда, где звезды о любви поют. Вчера Филипп Едросович на пресс-конференции сказал, что я удивляюсь, почему до сих пор Аюньки Азамова не участвовал на Евровидении. Вот ваши, пожалуйста, впечатления на эту тему. Я сказал вчера, прости, пожалуйста. Я все знаю, дорогой, я знаю все. Прости, пожалуйста. Без тебя тебя женили, понимаешь, на Евровидении. Но я как только, понимаете, я как только слышу красивый голос, красивую женщину. Посмотрите, какие там роскошные женщины в этом году были. По-моему, из Сербии или из Хорватии. Не помню, роскошная женщина. Она мне так тебя напомнила. И она выиграла зрительское голосование в результате. Ой, голосование жюри. Жюри. Я не помню, то ли Хорватия, то ли Сербия. А, Македония. Или, или, или... А, Северная Македония, правильно. Вот, она такая роскошная. Я подумал, Айгюн. Поэтому я очень хотел... Я... Дай бог, дай бог, дай бог. Ну, а чего? Ну, а вдруг, Айгюн. А вдруг, да, с удовольствием. Я спродюсирую все. Ой, как ты... Только реши, скажи. Ты кого только. Я... Но ты никого только. Ты одна такая. Ты если решишь, скажи, Филипп, я готова поехать на Евровидение? Я тебе напишу песню. Мы тебе сделаем номер. А все остальное, все остальное уже есть. Есть дива, есть красота, есть голос, есть харизма. Спасибо, любимый. И есть величие стать. Евровидение очень любит королев. Очень любит таких вот див. Роскошных женщин. Ты представляешь, мы с тобой идем по красной дорожке Евровидения. Где-нибудь там в следующей стране какой-нибудь там. В следующей Голландии. Ну, можно в Голландии, можно через годик. Какой-нибудь. В Болгарии, например. Да, почему и нет. Дай бог. Филипп Дросович, продолжение темы Евровидения. Я услышал, что у вас на звонке стоит. Это как так? Это вы специально? Давно стоит на звонке у вас? Вообще-то это моя песня. Я знаю, что это ваша песня. Не мудрено, что она стоит у меня. У меня так Доредос стоял до того, как Сережа выступил. До того, как Сережа поехал на Евровидение. У меня Доредос были, которые в прошлом году были. Сейчас вот до следующей Евровидения будет Сережа. А вы что думали, что я свои песни кручу в своем исполнении на звонке? Это не скромно. По-моему, это пошло. Когда ты идешь, и твоя песня у тебя звучит. Представляешь, я тут стоял бы, а тут у меня... Ибица! Или там... Стеснение пропало, градус повышен. Это лучше вы ставьте себе. А я буду ставить песни других исполнителей. Продолжение следует...